Итак, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас урок раньше обычного 9.43, но я не смогу в 10 его провести. У меня сегодня тренинг, и я не успел попросить Итана, чтобы он подготовился. Поэтому я его проведу сейчас сам. Будет он сегодня чуть короче, чем обычно. И те, кто смотрит обычно его в 10 в прямом эфире, посмотрят его в этот раз в записи. Не будет сегодня его в прямом эфире. Значит, мы перешли к третьей главе. Сегодня третья глава. И третья глава моя самая любимая в Мишле. Самые такие глубокие вещи, с моей точки зрения, они находятся в третьей главе. И, значит, мы сейчас ее начинаем изучать. Итак, значит, первый отрывок в третьей главе звучит так. Бни, сынок, говорит царь Солмонам. Но я так понимаю, что это обращение, оно идет от Бога к Нему, от Него к нам. Сын мой, Торати Альтишках. Тору мою не забывай. Да, действительно, это от Бога, потому что только Бог может сказать, что это Тора моя. И он, как бы через Тору, мы и стали для него сыновьями, потому что Тора, это учение, которое, когда ты его принимаешь, значит, в этот момент ты его, оп, с Богом соединяешься. Значит, Бог говорит в первый отрывок третьей главы. Бни, сын мой, Торати Альтишках. Тору мою не забывай. Вами цватай и цор лебеха. И заповеди мои пусть создает твое сердце. Интересно. Значит, смотрите. Тора это, как мы уже говорили, Тора это то знание, которое, Бог, который сотворял мир, он его сотворял по определенной идее. У него был план. Этот мир очень такой структурированный, запланированный. И поэтому, значит, был план. Потом этот план в виде Торы, он передался еврейскому народу, Машарабену на горе Сина и получил эту Тору. Тору от Бога. Теперь, до этого, кстати, с Богом соединился Авраам, Ицхак и Яков. То есть, они с Богом были как одно целое. Потом были пророки. Потом был Машарабену, пророк из всех пророков. То есть, он получил всю Тору в чистом виде. И потом были еще сотни тысяч пророков, которые соединялись с Богом. Но если они могли только даже не дополнять, они видели, в принципе, то же самое. Но всю Тору получил только Машарабену. Теперь Тора, она бесконечна, как весь мир бесконечен. И в Торе есть, так как, например, Тора рассказывает про жертвоприношение, про те вещи, которые, например, сейчас мы не делаем жертвоприношение, нет храма. Но в Торе это рассказывается, потому что храм – это одна из самых важных элементов в структуре мироздания. То есть, это было место, в котором божественное присутствие было проявлено в этом мире наиболее ярко. И получается, что есть в Талмуде целые разделы о жертвоприношениях, о храме, о храмовом служении и так далее. То, что на сегодня не используется. Но мы все равно продолжаем это изучать и знать. То есть, когда мы об этом думаем и изучаем, оно существует в нижнем мире тоже, только не проявленное в мир действия, а только в мире мыслей. То есть, как мы знаем, что мир, в котором мы живем, он состоит из мира мышления и мира действия. То есть, мы мыслим и потом делаем. Мыслим и делаем. А над нами есть еще миры, которые более высокие, духовные миры. Мир, например, тот мир, который, назовем его, божественный свет. Это называют его по кабале ацелут, да, мир божественного света. Потом есть мир, который называется брия, сотворение. Там, где начинается из как будто бы вот этого света и энергии сотворяться все, что потом приходит в этот мир. Потом есть мир, который называется яйцера, мир уже создания, назовем его так. И последний нижний мир, это мир действия, в котором мы с вами находимся. И мир действия состоит из мира мышления. То есть, мы как бы заходим мыслю чуть-чуть в духовный мир. Мысль, она как бы, с одной стороны, она имеет материальное проявление в виде электрохимического импульса. Но с другой стороны, мысль, она полностью духовная. Это очень интересно, как человек может мыслю, например, как Эйнштейн представлял, что он летает на луче света, да. То есть, ты мыслю можешь, оп, улететь туда, улететь сюда, улететь в прошлое, улететь в будущее. То есть, мысль, она практически, ну, на границе между духовностью и материальностью. Но, тем не менее, мысль, которая превращается в эмоцию, она становится уже чувствительной, да. Когда человек мыслит и потом чувствует, это уже энергия. А потом, если он делает, то это уже действие. Так вот, Тора, это знание. Тора, это знание. И Митцвод, Митцвод, это уже действие. И вот, посмотрите, как красиво сформулировано. Он говорит, сынок, сын мой, Тору не забывай. То есть, мысли, вот эти вот знания Торы не забывай. А действие пусть создает твое сердце. И Цор создает твое сердце. Значит, Бог, вся Тора, она состоит из знания и из заповедей. Заповеди делай и заповеди не делай. Запрещающие заповеди и повелевающие. И ты должен постоянно в своем сердце, в каждой ситуации, думать, что ты должен сделать. То есть, сердце как бы изнутри создает. Тору, у тебя есть, ты заполнил свою голову знанием. И потом ты в своем сердце, ты создаешь действие. Или, если твое злое начало, твое инстинктивное животное, механистическое, инстинктивное, вот эта вот внутренняя часть, она куда-то тебя двигает, а Тора говорит, что это запрещено, тогда ты должен себя остановить. И это называется, чтобы заповеди создает твое сердце внутри. То есть, оно как бы их продукт создает. То есть, ты из знания создаешь для себя, как приказы, митсвот это приказы для действия. Делай, не делай, делай, не делай. Второй отрывок. Второй отрывок. Дальше объясняет нам царь Соломон, для чего нам это нужно. Чтобы орех емим, чтобы были у тебя долгие, хорошие дни, ушнот хаим, и годы жизни, вэ шалом, и шалом это шлемут, мир шлемут, йосиф улах, а добавят тебе. Значит, в принципе, жизнь человека, она, человек приходит в этот мир, дальше лет 70-80 он как бы катится по этому миру, и потом тело его умирает, а дальше, если он за это время успел создать себе духовное свое, духовное свое как личность, духовную личность, назовем это так, если он сумел с помощью Тора и заповедей создать себе эту духовную личность, она двигается дальше. Весь смысл жизни в этом мире, он в том, чтобы тебе было в этом мире хорошо, и все устремления человека, вот с момента, как он себя начинает осознавать, и до момента смерти, у него есть единственная цель. Хочу, чтобы было мне хорошо, хочу, чтобы было у меня то, что здесь написано, орех емим, долгие дни, то есть, чтобы я все успевал, и, значит, и шалом, чтобы у меня был шалом шлемут, это мир, благоденствие, шалвай, тоже похожее слово шалвай, это, ну, такое вот спокойствие, удовольствие, радость, и шнот хаим, это уходит в вечность, да, чтобы были долгие годы и долгие дни. Все стремятся к этому, и как это получить? Каждый, знаете, как говорят в Израиле, у каждого Абрама своя программа, и у каждого додика своя методика. Каждый стремится к счастью по своим методикам, по своим программам, у каждого есть представление, как действовать правильно, как действовать неправильно, и в этот момент, в этот момент, у кого как получается, как говорил этот самый Кравчук, первый президент Украины, маемо то, что маемо. То есть, каждый человек может оценить правильность своих теорий, мировоззрений и взглядов на жизнь по своей жизни, то есть, жизнь это реальное отражение мышления, которое есть у каждого из нас. И, как сказал нам царь Соломон, мудрейший из людей, от имени Бога, что если ты будешь штору не забывать, а чтобы ее не забывать, надо ее вначале узнать, если заповедь будет продуцировать твое сердце, то есть, чтобы сердце твое, все время твое намерение было действовать, как надо действовать, и не делать то, что нельзя делать, так вот, и в этом случае второй отрывок, теорах ямим, долгие дни, и шнот хаим, и годы жизни, и шалом, шалом мир, шлемут это совершенство, иосиф улах, они тебе будут все время добавлять. Если обычный, да, если обычный человек, он, чем он становится старше, тем он катится вниз, то человек, который двигается по пути Торы, он чем становится старше, тем он становится выше, ближе к Богу, совершеннее, радостнее, веселее, то есть, вот, такие вот, такие старцы, да, в Иерусалиме, они вообще такие прям сияющие, вот им классно живется, все. И, значит, последний отрывок на сегодня, третий отрывок, это так, хесет в эмет алья звуха, хесет это милосердие дословно переводится, эмет это истина, милосердие и истина не оставят тебя, кашерем альгар-гаратеха, привяжи их на горло свое, катвем аль-лоах-либеха, и запиши их на скрижалях своего сердца. Значит, Тора, есть Тора хесета и Тора эмета, то есть, есть Тора милосердия, хесет это милосердие, и Тора истины, значит, Малбим объясняет, что есть, можно воспринимать мир по-простому, да, вот как написано, сказано так, сделал так, то есть, ты идешь, стараясь делать все правильно, как есть на иврите такое выражение, у меня рожка там, голова маленькая, то есть, я особо не думаю, сделал то, сделал это, такое, жить по-простому. Есть другой способ жизни, то, что называется хесет, другая Тора, это Тора велитих постижений, велитих достижений, например, есть Тора, как Раби Шиман Бар-Яхай, он сидел 12 лет в пещере, потом он вышел, посмотрел, человек пашет землю, человек сгорел, то есть, кабала, вот эти все миры, и это люди при жизни, они это все постигают, есть там, они, служат так Богу, это называется, служить бы Мессерут Нефеш, с самоотверженностью, они прям вот, у моих сыновей, учителей есть, Раб Эли Хешин, он значит каждый день в мигу, и неважно, он окунается в родниковые источники, и неважно, есть там зима, не зима, где он, он находит эти источники везде, то есть, он такой самоотверженный, то есть, для него служение Богу, это, это, ну, вот он выходит все время за рамки, и, вот это два типа служения, и говорится нам, чтобы и хесет, и эмет, и милосердие, и истина, они тебя не оставляли, то есть, учи Тору иногда сильнее, иногда чуть-чуть, иногда по-простому делай, но самое главное, Кашрем Аль Гаргаратеха, завяжи слова Торы на горло твое, то есть, произноси их, сидя дома, как мы в Шмай-Сраэль говорим, в Эдибар-Табам, и будешь говорить имя, сидя дома, и находясь в дороге, ложась и вставая, да, то есть, когда ты просто слышишь что-то, это на уровне мысли, когда ты произносишь слова Торы, это уже на уровне действия, то есть, ты их уже переводишь из совершенно духовного пространства в мир действия, произноси, повяжи их на горло свое, напиши их на скрижалях сердца своего, сердце человека, это на языке мудрецов, это все, что называется на современном языке подсознание, то есть, человек, это набор информационных каких-то идей, которые вошли в его подсознание, в ранние периоды его жизни, и в средние периоды, связались там с эмоциональными какими-то переживаниями, и вот каждый из нас сидит на таком вот айсберде, вот тут вот сверху такая маленькая, такая штучка видна, видна сверху, а так человек сидит на этом айсберде своего подсознания, и в нем там вот этот вот бульон такой, всех этих каких-то идей информационных, эмоций и так далее, все это варится, крутится и так далее, и потом вдруг ты начинаешь учить Тору, а нам как бы повезло, что мы вдруг начали учить Тору уже в среднем возрасте, и она, это как по, исписывал, вот ты находишь старый такой альбом, огромный, исписанный полностью, и ты пытаешься на нем что-то написать, какие-то свои умные мысли сверху, и ты потом не можешь их даже найти, и вот когда учишь Тору 20 минут в день, то надо понимать, что это как на горе, знаете, такая гора огромная, и там такая маленькая надпись, здесь был Вася, то есть все, вот это вот Тора, новые знания, новые какие-то идеи, они настолько тяжело заходят, и оставляют маленький след, что нам нужно конкретно приложить огромные усилия, чтобы именно их, как раньше, выбивали на камни, выбивали на камни, написать на скрижалях своего сердца, произносить их, и учить Тору, поэтому я сегодня урок решил не пропускать, я должен ехать сейчас на тренинг, и я в 10 не смогу его провести, но решил я хотя бы его так провести пораньше, поэтому сегодня у нас как раз те люди, которых раньше не было, вдруг присоединились, потому что они не знали, что в 10 урок, и вдруг у них появилось, а в 10 они уже были, видно, заняты, а сегодня у нас было без 20.10, мы начали, прошли три отрывка, все, сделайте свои выводы, Влад Косов поставит эти три отрывка, как он всегда ставит текстом, и с Божьей помощью, чтобы вы заполняли свое сердце словами Торы, божественным знанием, и будет у вас тогда что? Орах ямим, ушно тхаим, ва шалом яси фулахш, чтобы было у вас долгие дни, долгие годы, шалом, мир, добавит вам это Тора, все, всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok